Чтобы знания лучше усваивались, школьник должен быть сыт. В этом уверены участники рабочей группы проекта «Здоровое питание». Сегодня они посетили три школы. Отмечу, в рейде по школьным столовым к общественникам присоединился депутат Тюменской областной думы Фуаций Фединов. Он также оценил качество блюд, которые предлагают школьникам. Подробности в сюжете. Либо готовы, либо доготовочно. Расскажите нам, пожалуйста, как это у вас будет делать. Я сюда прийду, ближе. Если педагоги дают знания, то задача работников в столовой – обеспечить учеников не только вкусной, но и полезной едой. В кадетской школе имени героя Российской Федерации Владимира Шарпатова уделяют внимание не только качеству питания, но и сервису. Про недельное дежурство то давно позабыли. Есть свои официанты. Сегодня основные блюда в меню – рисовая запеканка, каша и пельмени. Те, кто предпочитает послаще, могут добавить и брусничное варенье. Пустые тарелки – лучшая похвала для поваров. Красивая столовая, все чисто, соответствует нормам и правилам. Очень большое количество детей, питающихся в этой именно школьной столовой, у них охват питания в школе номер 13 – 97%. Это очень большой охват и очень хороший охват. Здесь не предложат горячо любимые детьми, но такие вредные шоколады-чипсы. Меню тщательно разрабатывается с учетом потребностей растущего организма. В качестве витаминной добавки к завтраку – сладкая груша. Впрочем, насильно мил не будешь. У школьников есть свои любимые и нелюбимые блюда. Завтрак очень вкусный. Бывают только тогда, когда дают пельмени или сосиски с макаронами. Что мне нравится? Ну, иногда, когда печенку готовят. Почему она такая полезная? Она мне не нравится. Блюда те же, а вот стены уже другие. Меню едино для всех общеобразовательных учреждений города. В 16-й школе к участникам окружного проекта «Здоровое питание» присоединился Фуацей Феддинов, депутат Тюменской областной думы. Народный избранник решил лично проверить качество предлагаемой еды. Признается, не слышал, чтобы в Тюмени существовал аналогичный проект. И если его нет, то он обязательно выступит с инициативой его организовать. Самое важное для всех нас – это, конечно же, здоровье детей. И вот когда мы сегодня у этих детишек спрашиваем, как вас порвали, как вам это все нравится, ни один человек не сказал, что мне не понравилось. Мы уточняли, подается ли это в горячем виде или в холодном. Никто не говорит, что холодное. То есть чувствуется, что есть серьезная забота со стороны коллектива, который здесь работает. Вот в столовой. Чувствуется контроль, видимо, от руководителей школы. И чувствуется контроль со стороны руководителей города. Оценивая действия проекта, Фуацей Феддинов отмечает – общественный контроль в этой сфере – дело необходимое. В этом заинтересованы как сама школа, так и дети, и их родители. Также он дает возможность на практике узнать особенности организации питания и в других городах России. Я подходил сегодня к ученику, который вот только что приехал из Подмосковья, и он говорил, что у нас кормят вообще плохонько, и у нас достаточно дорого для детей. Здесь же малыши питаются бесплатно, начальная школа. И для малообеспеченных тоже выделяются дополнительные субсидии. А в 17-й школе решили шагнуть дальше. Уже третий день здесь идет эксперимент, главная цель которого – узнать, какие салатов пользуются большей популярностью у детей. Мне нравится то, что можно выбрать разные салаты, потому что обычно дают те салаты, которые я не люблю, а вот летний салат его каждый день теперь дают, мне вот оно очень нравится. Участники проекта оценивают не только качество еды, но и взаимодействие школы и родителей, а также в целом работа столовых. Замечания все-таки есть. Проблемы, наверное, общие какие. Это материально-техническая база, не во всех школах, к сожалению, работает вентиляция. С посудой есть вопросы. Глобальных проблем, конечно, нет. Все они решаемы, и я думаю, в ближайшее время, с учетом нашей проверки, с учетом наших пожеланий, все замечания будут устранены. В целом, что хотелось бы сказать, качество питания на высоком уровне, жалоб со стороны родителей и детей на, не дай бог, конечно, отравления, еще какие-то не поступало. То есть именно качество питания, его подготовки, готовки блюд, вопросов ни в одной школе нет. Едя так, что за ушами трещит, значит, еда пришлась по вкусу. С новыми силами школьникам пора бежать на уроки. А участникам проекта «Здоровое питание» предстоит выставить оценки каждой из школ, которую они сегодня посетили. Виктория Воронецкая, Антон Берестянский, Служба новостей, «Импульс».